Пусть куда другим А теперь находясь на распутье Открывая в себе все живое Понимаю, что я на мгновенье Буду жить без понятия кто я Пусть буду я трудным Не боюсь пути, только найти себя Ну что, всем привет, еще раз Мы наконец-то добрались до центра Берлина Гуляем здесь Ну, первое впечатление, мне лично нравится Все как-то вот так вот прикольненько Виды такие, архитектура Вот именно вот здесь, потому что вообще довольно грязно Валяется много пачков, много бумажек Мы остаемся Ну все-таки, знаешь, вот смотри, потсдам метро Здесь потсдам плац В общем, глянь, как всеми приезжают Соединяют их между собой байки И оставляют Что, мы в метро не пойдем? Мы зайдем в вот этот Молл оф Берлин И посмотрим Все немцы, на самом деле, очень активно занимаются своим здоровьем Все на велосипедах Все танцуют Тут вот этот кружок танцевания Это те, кто танцуют, это вот подкатывается Говорят, я, говорят, нет, у меня заканчивается время, извини Очень много арабов Всяких разных арабов Ну что, давай посмотрим Старички-то танцуют Вот, все, загорелось Сейчас будет огонь Я сейчас зажгу Говорит она ему Пошли в центр Бери меня, Витя Он говорит, я Эдик Она говорит, бери, Витя Эта музыка закончилась Виктор, Виктор, что ж ты мне смог? А, другая, другая, помать В Берлине есть Apple, якутский бриллиант Это, конечно, вообще уровень Мы находимся в фудкорте И сейчас Влада проведет репортаж С осей жрачкой Начни с Даст из Хас Мы начнем с традиционной германской еды Если посмотреть Мне лично плохо становится Одного взгляда Здесь какие-то мертвые животные Картошка, все пережаренное Все очень жирное Нам такая пища точно не подходит Так, идем к Богдану Он остался у кафешки Ван Лон Здесь какая-то китайская Богдан хочет лапши Цены, в принципе, не относительно недорогие Вон и овощи есть, порции хорошие Рис, мясо, все есть Смотри, какая хорошая кольца А это, кстати, по-моему, тайская еда Не напоминается тайская? Да, помка есть Да, мне кажется, это же не тайская Помнишь, как назывался тайская лапша? Как называлась тайская лапша? Как называется тайская лапша? Да Патай есть? Патай? Патай? Патай Вы можете говорить А что еще там, как сказать, макароны, спагетти или так? Паста Паста Какие языки, китайская лапша? Нудол Нудол Вот, нудол Макароны Давай я вот возьму, такой Бун-бу-нам-бол Да, хорошо, повторяй еще раз Бун Я хочу Бун-бу-нам-бол Да? Окей? Мне кажется, это варигут прям Бери, а я предыду посмотрю И что ты будешь... Я предыду посмотрю, потому что я уже не готова Окей В принципе, по-моему, прикольно Я, если ничего не найду лучше, вернусь сюда И то, что что-нибудь возьму у себя Вон, смотрите, есть овощи Пойдемте дальше Здесь у нас пицца Пицца Выглядит круто Вот это очень прикольно выглядит пицца, да? Ну, непонятно, как она Непонятно Непонятно А вот у нас еще одна, по-моему, традиционная германская кухня Всякие колбаски Здесь, видимо, делать сэндвич А, ну, с сэквей, сатой неинтересной Шаурмарули Суши и гриль, это неинтересно, потому что я не люблю иконскую кухню Ну, как бы вам сказать У нас греческая виза, поэтому мы должны что-то взять в этом греческом кафе Ну, чтобы хоть как-то отбить греческую визу А вот, ты помнишь, тема с японской кухней, когда ты можешь взять все, что ты хочешь? Ты платишь стандартно какое-то денежки, сидишь на застовок, тебе приезжает еда И ты начинаешь ее вкусить За 15 евро За 15 евро ты берешь все, что ты хочешь Ну что, мы в итоге ходили-ходили И я взял вот такую вот, по идее Ну, тут очень большая порция Сейчас будем пробовать ее кушать Эй, привет, друг! Не знаю, что это значит Не, она сказала Натух колох Натух колох Ну что, ну... Берлин, конечно, это Берлин Мы здесь... Ой, Берлин такой Берлин Да, ну мы идем вот за течкой, за арабушкой Милой течкой арабушка Такой типа этот... Перекресток А вот там, кстати, вон стоит наша машина Сейчас пройдемся еще раз посмотрим Я вот хочу туда, где Потсдармплац Да, мы пройдем по подземке сейчас Или давай вот туда сначала перейдем Или сюда То есть неизвестно куда нам Блин, мы в Берлине Прикол с электромобилями Смотрите, здесь он уже во всю есть Есть вот такие зарядочки И подъехал чувак На своей машине Воткнул зарядку И смотрите, он же заряжает Абсолютно Ну нет, еще какая-то не Тесла Это какой-нибудь Хуауэй Джинько Уэй Машина какой-то просто клен И вот он уже получил, по-моему, штраф За неправильную парковку Или это наоборот, кстати Он талон за то, что он припарковался Очень круто Вот так вот Парковка Ну что, мы только что были в метро Обычная А, мы же сюда же только к нашей машине что-то Конечно, да Ничего не сообразился Они одинаковые на лице А Так что? Трафика вроде нет? А, да вроде нет Вот так вот мы в Берлине катаемся Вот так вот мы в Берлине катаемся А, да вроде бы Рыба А, да вроде бы В Берлине катаемся На самом деле И это просто Рыба 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 Вот здесь очень сильно развито движение на велосипедах и просто количество дорожек, их качество и то, как они расположены, это вообще просто на высоте. Потому что сам недавно сел за велосипед и на наших дорогах, ну это просто вообще адский, ехать на велосипед. Мы на самом деле уже практически расстелили его, ну вот просто чтобы вам показать, как у нас здесь все это дело получается. То есть у нас здесь такой самонадувающийся матрас, под ним пеночки, да, а там собственно сам бокс. Да, вот такой бокс, сейчас я еще съед здесь включу. Вот так, вот такой вот бокс. Сейчас подожди. Всем привет! Мы не спеша, но уверенно уже выехали из Германии и сейчас ехали в Нидерланды. Остановились на заправочке, я конечно сразу захотел покушать и решил взять пару бутербродов, на что Влада сказала, какие бутерброды. Мы же в Германии затарились вкусной едой, поэтому у нас тут Моздамчик настоящий, у нас тут колбасочка, у нас тут хорошие булочки. Что-то там еще, там куча молока, о, хорошее еще. И вот мы сейчас все это делаем, мы уже первую партию на самом деле съели, все так вкусно, что я наставил, чтобы была еще вторая серия бутербродов. В общем, сейчас съедим бутерброды и едем дальше в Амстердам. В общем, мы такие кушаем бутерброды, а там прям на колесо своей фуры висит Игорь Николаев. Выпьем за любовь, как блестят сейчас твои глаза, выпьем за любовь, пусть трожит хрустальная слеза. То есть Игорь Николаев ушел со сцены российского шоу-бизнеса для того, чтобы сдать дальнобойщик. Ну что, мы в Нидерландах, буквально нам, наверное, осталось где-то минут 30 до Амстердама. Уже практически въезжаем в него. Ну, что могу сказать, мне лично уже нравится. Здесь как-то все немножко по-другому, то есть не стриженный точно, можно посмотреть, да, там не стриженный. Бака, мне кажется, голландцы просто любят траву и поэтому считают ее какой-то живой и не стригут ее, наверное, из-за этого. Но очень много каких-то вот аграрных штук всяких, коровы, козы большие, не козы, как стригут которых, овцы. Блин, куча всего. И, кстати, как правильно сказать, голландцы, или не голландцы, голландцы гораздо добродушнее и приветливее, чем немцы. Это точно. Немцы такие прямо эти. Ганцы. Каждый второй ганц, каждый третий фридрих. Зато, как любитель кофе, я могу сказать, что кофе лучше в Германии. Кстати, могу сказать, что мы были в Германии, заезжали в какой-то небольшой магазинчик. Блин, цены, конечно, там вообще очень радуют на сыр, на молочку, на мясо, там на хамон, на все. Где мы купили Моздам за 2 евро, Бри за 2 евро, хамон за 2 евро. В общем, все по 2 евро. Ну, то есть, да, там все до 2 евро, да. И кайфанули по полной. Никаких санкций, никаких, я думаю, отечественных продуктов, которые я, конечно, тоже не люблю. Ну, нету, да, нету этого Моздама, Пашихонского. Да, нету, Бри. Костромского. Все как-то это, настоящее. Это настоященькое. В общем, едем-едем. Сегодня у нас по приезду в Амстердам встреча с друзьями. Мы встречаемся с ребятами. И в Амстердам мы проведем 2 дня. Так, ну что, мы приехали. Приехали в Garden Hotel. Здесь мы как раз, или вот этот, нет, здесь, по-моему. Мы как раз здесь с ребятами договорились встретиться в этом отеле. Они здесь сняли номера. Сейчас пойдем, посидим, зайдем туда в этот барчик, позвоним ребятам. Ну, если есть номера, то сами тоже здесь остановимся. Наш бродяга. Супер бродяга. Ну и мы. А вы как будто не уезжали из Ярославля. Ты в том же самом. Оделся вообще. Только что, прям переоделся. Как вам что-то? Я слышу, там какие-то ряды. Уходим сюда. Ой. Какие голубенькие ребятки. Кончок полохался в балкончик. Это нас шеи на нас локачат. Ой, Визи, веселые, крутые ребята. А мы, кстати, едем в отель. Мы решили в Амстердаме снять отель, поставить машину и ходить погулять в обоих. Здесь и можно. Давай поставим. Я не вижу здесь как-то поставить. Давай вот здесь поставим. А, вот это полицеи, да? Ну, тут как нас течет. Да, это пожар. Да. Ребят, вы обратили внимание, какие спортивные велосипедисты... Велосипедисты. Велосипедисты. Да нет. Какие колоритные были велосипедисты, парковщики. Бравые ребят. Конечно. Тихо, но я не знаю. Посмотрим, как это включилось. Какие побылы. Очень красивые. Мне кажется, все-таки это... А, хотя, может, и дома. Нет, все, все, максимум уже. А мы сперлись в этот? Прямо смотрите, это мастер-комфорт-комфорт. Так, ребят, ну что? Мы в Амстике. Ладно, покемон там, он может все. Еще куча водных. Да, мы сейчас идем погулять. Идем в центр, мы в центре кишки. Идем погулять по Амстику, по ночному. Да, очень много велосипедистов. Я на самом деле думаю взять какой-нибудь велик покататься. Ну, он реально не пристегнут. О, картины. Да, очень красивый. Да, очень красивый. Карданский. Вот у нас власть всех пятихолослов. Богдан рисует, он художник. Ему подарили на день рождения офигенный мольберт деревянный. Он даже пахнет срезанным деревом. Ему подарили обалденный чемоданчик с набором масляных красок, всяких растворителей, кисточки, холсты. И знаете что? И он приехал в Голландию. О, магазин пластинок, смотри. Когда пластинок нету, отнеси. Ребят, столько всего, что просто это глаза разбегаются. Просто лучше днем, наверное, пофоткать будет. Сейчас время поздно и хочется уже спать чуть-чуть. О, как дома. Амстик, конечно, очень своеобразный. Пойдем туда. Пойдем туда. Мы, как настоящие туристы, идем и крутим головами. Настолько сильно, что они рано или поздно либо отвалятся, либо прокачатся. Это хорошо, вообще. Да? Я думаю, запахом можно уже чувствовать. Мы, как-то для ребят, так все. Пойдем. Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok Амстик, конечно, очень крутой Такое тихое Прикольное Голландское такси Созреть на кафешо, пойдем зайдем глянем Что ты говоришь? Спейскейк Джоинт есть за 4 Самая маленькая лестница Это у них Это кошка у них Конечно Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, первые проблемы, с которыми мы столкнулись В такой гостеприимной Голландии Это тот факт, что нам разбили стекло Залезли в машину И достали отсюда Ну, у нас сперли только камеру Которая была очень хорошо спрятана Не забрали телефон Иридиум Забрали сумку еще, да, со всеми объективами А, да, да, да И забрали сумку со всеми объективами Твою мать Твою же ж мать То есть, все Съемок Съемок у нас не будет Разбили два окна Разбили сначала первое окно Разбили первое окно Залезли сюда Ну что, печально Разбили нам два окна Сейчас будем узнавать, сколько их можно вставить Потому что нам в любом случае Их нужно вставлять, чтобы ехать дальше Ну и грустно, конечно, немножко Все это дело Самое главное, что фототехника ушла Это обиднее всего Потому что мы как раз планировали Все это дело поснимать В путешествии Ну ладно, разбили бы одно стекло Они, видно, сначала разбили одно Я не знаю, зачем второе-то били Пиздюки Да, ну ошибка наша Что мы оставили там сумку Мы забрали основные вещи Одну сумку все-таки оставили Это была, конечно, ошибка Ну что, сегодня вместо того Чтобы просто погулять по Амстику Мы вынуждены ехать делать И чинить наши окна Которых у нас сейчас просто нет Провели в участке время Записали заявление Написали протокол, наверное, о том Что у нас забрали Ну, это просто формальность Так, конечно, ничего не найдут Больше всего обидно стабилизатор Который был для GoPro Больше всего обидно, что это был коптер И больше всего обидно, что это была фототехника Nikon Соответственно, как снимать дальше фильм Просто ума не приложу Сейчас будем что-то придумывать Будем что-то делать Ну, а пока Едем узнавать, сколько нам обойдется Замена боковых окон Уверен, что самым дорогим будет Замена вот того маленького окошка По крайней мере, в России Оно точно дороже, чем просто менять боковое Едем Посмотрим, что это стоит Поехали Сервис Наше доброе утро В замечательном Амстердаме продолжается Полицейские дали нам адрес и номер телефона Место, где можно поменять стекла Это Gorilla Glass Эти ребята делают стекла Но делают не обычные, оригинальные стекла Которые стеклянные, скаленого стекла А пластиковые стекла, которые просто Временно будут сюда вставлены Точно такие же, как оригинальные Но из пластика Как пластик-глаз Или, я не знаю, как Пласти... В общем, пластиковые окна Сейчас нам поменяют эти окна И это все займет где-то примерно около часа Будет стоить где-то примерно 200-250 евро И мы сможем Спокойно ехать дальше По крайней мере, мы точно пойдем погулять по Амстику Здесь я покажу примерно, как В каком месте они нам будут это делать Делать они будут нам это здесь Вот такое вот у них замечательное место Причем на все, про все по времени Они потратят где-то примерно около Одного часа И для нас это на самом деле будет очень хорошо Причем тут они как бы говорят, что вот эта машина И еще какие-то машины Они тоже были повреждены И в районе трех машин за сегодняшний день приезжали Уже с разбитыми окнами Вот так примерно выглядит этот пластик То есть это просто обычный пластик С которого нам сделают временное стекло Как оказалось, воровство в Амстердаме Это абсолютно нормальное явление И еще раз говорю Вот у ребят вообще заднее стекло разбили А у нас два стекла Ну ладно, ничего страшного В общем, пойдем сейчас посидим На уютном ресепшене Попьем кофейку И через час нам обещают отдать нашу машину А пока мы здесь посидим Ну что, расскажи свои впечатления Жалко, что я не взял с собой камеру в полицейский участок Потому что там довольно-таки были прикольные полицейские И мне очень понравилось Даже сервис, то, как они общаются Слушай, здесь тоже есть сервис Потому что я вот уже взяла с тобой два Три кофе Кофе Здесь есть Wi-Fi Ребята даже, кстати, с юмором У них есть выбор Wi-Fi Видимо, это бесплатный Для царапления Тот, кто царапнул или тот, кто разбил стекло Так что да Мы сейчас пойдем туда, чтобы не отвлекать менеджера Все Ждем Надо, наверное, спросить, что ты Будем ждать У нас один час Сейчас я это задвину Верфа есть Будем работать Пойдем, посмотрим Что там происходит с нашей машиной Чувак мерит Доброе утро Привет. Привет. У тебя свой канал? Да, канал YouTube. Ты сплит фузы? Сколько фузы у тебя есть? Фузы? Найдите на канал YouTube. Найдите и сколько людей смотрят на канал? 10 000. 10 000? Что ты делаешь? Нет. Плекси-глаз. Темперий-глаз. Потому что мы не имеем оригинал. Темперий-глаз. Чтобы вы можете двигаться дальше. Глаз. И это? Это мы будем срезать. И мы будем срезать. Вот таким образом вырезают стеклышко, которое позже интегрирует. Ну что, и мы поедем дальше. Ну ладно. Оставим ребят, пускай они делают. И позже уже вернемся посмотреть, как прошла работа и что они сделают. А пока пойдем немножко поработаем. Сбросим вам фотографии. Причем все фотографии. Представляете, сколько фотографий было сейчас на фотоаппарате? Просто нереальное количество. Я еще знаешь, что так что Влада вспомнил, что очень много фотографий было на фотоаппарате. Я же фотал на него. То есть поэтому, друзья, Берлин, Я из-за этого переживаю за фотоаппарат. Не знаю, что я не знаю. В Варшава. Все фотографии были там. Так что теперь только фотографии на айфон пока. Слава Богу он снимает. Ну в общем даже ничего. Ладно. Через час посмотрим, как же сделали нашу машину и поедем все-таки в центр погулять в Амстердам. Это закончилось? Да. Это закончилось, да. Ты показываешь мой инстаграм? Я не имею инстаграм. Я хочу на ютубе, чтобы посмотреть, если хотите. То есть это плекси. Мы используем это с тейпом. И изнутри есть клуб, чтобы он был сделан и не выйдет. А, окей. Герметик? Также на другой стороне. Какое время? Какое время вы хотите. Но вы не можете двигаться быстрее чем 100 км в час. Потому что если двигаться быстрее чем 100, то можно двигаться быстрее, то можно двигаться быстрее. Но если двигаться слишком много, то не хорошо. Мы двигаемся на 2 км. или 1015 км в час. Нет проблем. Да? Нет проблем. Если вы не открываете двери на высокой скорости. Нет открытых двери? Нет открытых двери. И не двигаться быстрее 100 км в час. Но вы можете двигаться быстрее. Но вы должны посмотреть, как воздух выглядит. Если нет так много воздуха, то вы можете двигаться быстрее. Мы двигаемся в большей скорости. Мы двигаемся в Лисбоне и Магадане. Это не проблема. Если вы просто посмотрите на высокой скорости, то он не может двигаться. Может быть, скотчем здесь? Да, нет проблем. Я буду делать. Ну, мы, конечно, сейчас все еще раз пролепим, потому что мы же дотошные. Нам же рекорд делать. Надо, чтобы ничего не вывалилось. Вот так. Вот так. Хорошо. Это моё канал, мой ютуб-канал. И используешь в Инстаграм? Нет. Я использую в Инстаграме. Нет. Нет Инстаграма, нет Фейсбука. Я не использую. ОК. Просто Ютуб. окей вот так будем теперь ехать на наш рекорд с плексом который будет просто дергаться мы лишь постараемся заменить его в лиссабоне но что-то мне подсказывает что просто не успеем привести туда стекло менять его где-то это трата времени поэтому будем менять вот только магадане если что еще раз его сами укрепим как-то но будем ехать так поэтому если у нас будет погреш несколько часов то это все из-за этого стекла мастер сказал что нам нужно ехать не более 100 километров в час по германскому автобану мы планировали ехать по 200 как я ехал сюда посмотрим выдержит ли она или нет я таки лохом таки нам сделали скидку кстати и взяли нас на 100 евро меньше потому что мы сказали что мы снимаем это видео на наш канал для рекорда для книги и гимнес так что это дело и такая сначала был 250 по итогам считали где-то вот они сто двадцать три евро как бы цена как цена я конечно ждал что быть все гораздо больше но давайте будем реалистами нам поставили все-таки плекс они настоящее стекло поэтому на время нам хватит но на время нам конечно хватит но но мы все-таки поедем с этим стеклом рекорд деваться нам некуда все теперь точно назад пути нет теперь все видео друзья буду снимать на gopro сразу извиняюсь перед вами за качество картинки потому что рассчитывал на то что все-таки будет хорошее качество видео который мы собирались снимать на наш nikon но теперь к сожалению только gopro причем у нас gopro 3 плюс поэтому друзья сразу извиняюсь за качество видео за качество звука которое будет звук теперь будем писать сюда тоже на эту камеру но мы не сдаемся ставьте лайки подписывайтесь шарьте это видео в своих социальных сетях за это вам огромное спасибо и спасибо что посмотрели друзья спасибо что досмотрели это видео до встречи пока